Как же считать количество постановительных обостренностей? Один из способов, такой очень неожиданной и очень красивой, состоит в том, чтобы машины расположить по кругу. А именно, когда у вас есть такая автостоянка, забрать вот эту пропасть и вместо этого сделать вот так, обозначив вот этот вот весь участок числом 0. Объясняю идею. Мы введем понятие машины, которая стоит на месте номер 0. И после этого для любой очереди, для любой последовательных номеров мы будем представлять себе, что машины по кругу, стояночные места расположились по кругу. Вот это первое место, второе, третье, четвертое, вот это любое место. И машины делают следующее. Здесь есть направление вращения, противочесного сделать, как при математике, как всегда. Вот я сейчас выпишу несколько последовательностей длины 4. Ну, например, все единицы. Или 1, 2, 0, 4. Или 2, 3, 1, 0. И для каждой из этих последовательностей я укажу, какое место после того, как машины в соответствии с этими указаниями проедут по кругу, какое место останется свободным. Ну, смотрите, машина подъезжает, занимает это место. Следующая занимает и идет тут-сюда. Следующая пытается и идет сюда. И следующее, третье место. Ребята, давайте, это будет некая функция f. Вот f от этой штуки, это будет что? Это будет число 2. Почему? Потому что вот эта машина встанет на стоянку с 4, 0, 1, это на 0, это на 4, а это на 3. Отлично. Теперь, чему равняется f от 1, 2, 0, 4? Посмотрите, 1 занято, 2 занято, 0 занято, 4 занято, легко. Получается тройка. Что такое f от 2, 3, 1, 0? Тоже понятно. Они все разные, поэтому это, конечно, 4. Что такое f от 2, 3, 3, 4? Ну, по-моему, 0, да? Смотрите, второе место занимаем, потом третье занимаем, потом третье занимаем, потом третье, второе занято, первое занимаем, потом четверое занимаем. Отлично. А теперь вопрос. В какой из этих четырех ситуаций нулевое место оказалось свободное? Вот здесь. Вот здесь. Правильно? И это как раз соответствует бесконфилитной последовательности. Что же это означает? У нас есть последовательности числа. Какой длины? Понятно. Какой длины? Для каждой последовательности мы вычисляем функцию f. Значит, это автостоянку мы превратили в круглую. Каждый раз вычисляем f. Последовательность бесконфликтная, если f от нее равна нулю. Итак, вот здесь вот написано необыкативные и достаточные условия бесконфликтной последовательности. А я это сейчас сформулировал в таком виде. Если нулевое место остается незаметным. Потому что занять нулевое место, это значит инострофа. А теперь вопрос. Сколько вариантов у меня в принципе для первой позиции, для второй, для n? Каждый раз n плюс один вариант. Замечательно. Значит, всего, потому что нуля до n сейчас, а 0, 1, 2, 3, 2, n. Значит, всего таких последовательностей. n плюс один в степени n. И при этом хорошее бесконфликтное, это в точности 1 и плюс первая часть. Потому что, смотрите, когда они по кругу расположены, то все вот эти числа участвуют в игре абсолютно на равных правах. Я могу повернуть всю эту конструкцию на одну n плюс первую часть от полного оборота и все перейдем. Значит, мы получили первую сегодняшнюю теорему. Количество бесконфликтных последовательностей вычисляется по очень простой форме. Надо n плюс 1 в степени n разделить на n плюс 1. Ну, понятно, что это такое. На самом деле, n плюс 1 в степени n минус 1. Это выражение называется формула Хэри. И давайте проверим, что у нас это действительно так. n равняется двойке. Значит, это у нас было 2 плюс 1 в степени 2 минус. Здесь тройка, значит, это было 3 плюс 1 в степени 3 минус. Ну, все включено.